А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 984 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. Как узнать об эффективности ВСУ на оккупированных территориях? Это очень просто. Заходим на телеграм-каналы врага или лиц к ним приближенным, и там читаем правдивые новости об успехе ВСУ, а также их чудодейственных комплексов Хаймарс и их ракет. Вот, пожалуйста, никогда такого не было и на тебе. Такие удивительные встречи с оккупантами аж дух захватывает. Ну и как мы видим, такие встречи для врага заканчиваются печально. А в это время Трамп в Америке вообще обезумел. Вчера и позавчера на митингах он уже начал кричать, что я президент. А на одном из митингов он превселюдно показал, как он за 24 часа остановит войну. Мне кажется, Трамп на что-то удивительное намекает. Здравствуйте, мои любимые. Кто знает, что нам Трамп хочет этим показать? Напишите в комментариях. Но Израиль в это время не дремлет, а готовится еще во много раз усилить защиту своих городов и своего населения. В Министерстве обороны Израиля сообщили, что лазерные системы противоздушной обороны поставят на вооружение израильской армии уже в конце этого года. И эти лазеры будут работать в составе эшелонированной и комбинированной системы израильского ПВО «Железный купол». Сочетание лазерного и противоракетного перехвата еще больше усилит защиту от реактивных снарядов, беспилотных систем, крылатых ракет и других подобных угроз. А угрозы на Израиль, как вы видите и слышите, сыплятся со всех сторон. И Израиль готов этому противостоять. А потери у россиян на фронте в Украине остаются катастрофическими. И за последние сутки еще 1410 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего же 24 февраля 1922 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 699 тысяч 90 российских захватчиков.